Привет, друзья! С вами Большой Дэн и проект Рок-Энциклопедия от Айда Зет. И сегодня мы узнаем о такой исполнительнице, как Дора. Эту маленькую сексуальную блондинку, родившуюся в Дюссельдорфе 3 июня 1964 года, боготворили миллионы мужчин по всему миру. При этом уважали они ее не столько за внешность, сколько за творчество, давшее Дора Тепеш или попросту Дора звание королевы металла. Первой музыкальной пробой пира девочки стало исполнение в трехлетнем возрасте нетленки Литтл Ричарда Люсил, но более серьезно Дора взялась за пение после 16-ти, когда ей угрожала смертельная форма туберкулеза. В 1980-м Пеш вошла в состав рок-группы Snakebite, а спустя три года настал ее звездный час, когда девушка возглавила хэви-бригаду Волок. Команда добилась неслабой популярности по обе стороны Атлантики, однако из-за неурядиц с жадными менеджерами была распущена. В принципе, к тому моменту Пеш оставалась единственной оригинальной участницей Волок, поэтому лейбл предложил выпустить пятый заготовленный альбом группы под маркой Дора. По большому счету, Force Majors являлся продолжением Triumph & Dagon, где Дора и компания взяли курс на радиодружественный поп-металл. И хотя его стилистика была ориентирована на американский рынок, большим успехом диск пользовался в Европе. После выхода пластинки Пеш окончательно рассталась с коллегами по Волок и начала уже реальную, а не вынужденную сольную карьеру. Продюсировать альбом 1990-го года немецкая рок-дива пригласила кумира своей юности Джина Симмонса, который помимо основной задачи написал для нее несколько треков. Также пару вещей Дора позаимствовала у Electric Prunes и Black & Blue. В целом работа носила более коммерческий характер, и хотя опять же все делалось для американцев, европейцы разбирали диски Дора намного охотнее. Ну а поскольку в США наступали гранжевые деньки, фирма Polygram решила приостановить выпуск пластинок певицы в новом свете. Так или иначе, но в то время Дора продолжала обитать в Штатах, и свою третью полнометражку отправилась записывать в Нэшвилл. Местоположение студии наложило отпечаток на True Earth Heart, и альбом получился с балладно-блюзовым привкусом. Как и в прошлый раз, Billboard остался равнодушным к этому творению, но в Германии эмигрантку помнили и любили, и отвели ее релизу «Место в лучшей двадцатке». Вернувшись после гастрольного набега на Европу в свой заокеанский дом, Дора вошла в контакт с менеджером Скидроу и Нелсоном Джеком Понти, который спродюсировал ее альбомы Angels Never Die и Mesh into Mesh. Но если на первом из них звучал довольно привычный для певицы, сдобренный пауэр-балладами мелодичный Hard and Heavy, то на втором начались эксперименты с Индастриалом. Как ни странно, и у нового стиля Дора нашлось много почитателей, и вдогонку к Mesh into Mesh вышла его ремиксовая версия Electric Club Mixes. Колдовали над этой пластинкой музыканты из D.Crups, и они же составили Дора компанию при подготовке программы Love Me in Black. Благодаря их стараниям альбом оказался напичкан электроникой и драм-машинами под самую завязку, а вместе с тем от него исходила повышенная агрессивность. Диск издавался под эгидой фирмы WEA, после чего пешня, удовлетворенная промоушеном, перезаключила сделку со спевистем Hammer. Сменив прописку, Дора вернулась в металлическое русло, чем несказанно порадовала давних поклонников. На сессиях Call in the Wild отметилось множество гостей, и в том числе такие звезды, как Лемми, Слэш, Эрик Сингер, Стив Стивенс и Эл Петрелли. Диск вышел по обе стороны океана с несколько отличающимися трек-листами, а после десятилетнего перерыва пеш смогла позволить себе американское турне. Альбом Fight с заглавным треком, посвященным чемпионке Германии по боксу Регини Хальмех, закрепил за певицей прозвище Metal Queen. Но в 2004 году Королева вновь решила выйти за рамки жанра и записала многие свои известные треки, как в акустике, так и с симфоническим оркестром. В середине нулевых Дора снималась в фильме «Анук Девек Дескригас», поэтому запись очередного студийника заняла несколько больше времени, чем обычно. На альбоме Warrior Soul певица вернулась к привычной комбинации из метал-гимнов и пауэр-баллад, а на полнометражке 2009 года обозначила возвращение к корням 25-летней давности, что было видно уже из названия песен «The Night of the Wallach», «Celebrate» и «25 Years». Начиная с Classic Diamonds, работы маленькой гигантки немецкого Heavy выходили под флагом AFM Records, но в 2012 Дора переехала на нюклеобласт. На новом месте она дебютировала с добротной метал-программой Raise Your Fist украшением которой стали два медлячка, посвящение Ронни Джеймсу Дио «Хиро» и исполненный на пару с Лемми Килмистером трек «It still hurts». В дальнейшем гастрольная активность певицы несколько снизилась, до очередного альбома пришлось ждать целых 6 лет, но зато за истекший период у Дора накопилось материала уже на двойник. Forever Warriors – Forever United распространялся и как комплект, и по отдельности, причем в первой части превалировали боевики, а вторая отводилась более спокойным номерам. Вообще релиз получился весьма разнообразным. Здесь были и записаны с кучей звездных гостей метал-гимн «All for Metal», и каверы «Whitesnake» и «Motorhead», и пара песен на немецком языке, и даже неожиданный сюрприз в виде посвящения Карузо. И хотя с последних сессий у пеш остался неиспользованный материал, в скором времени она начала готовить новую программу, которую пообещала представить осенью 2023 года. Дора Пеш является вегетарианкой, а ее якобы кожаные сценические костюмы – всего лишь качественная имитация. Стоит также отметить, что помимо музыки, певица увлекается тайским боксом и рисованием. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»